Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями по НДФЛ при продаже квартиры, которая ранее арендовалась продавцом и была приобретена у арендодателя. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривалась ситуация, когда лицо арендовало квартиру на основе арендного договора, при этом договором предусматривалась возможность выкупа данной квартиры. И что самое интересное, также предусматривалось, что арендные платежи, ну, возможно, в части, возможно, полностью, да, могли быть зачтены в счет выкупной стоимости соответствующей квартиры. И в связи с этим возник вопрос, каким образом определить расходы в целях определения налоговой базы в том случае, если соответствующая квартира, которая была приобретена, продавалась лицом. И Минфин, рассматривая данный вопрос, приходит к нескольким выводам. Во-первых, Минфин указывает на то, что необходимо различать плату за пользование имуществом и плату за приобретение имущества. В данном случае Минфин указывает на то, что соответствующие расходы имеют различную природу, и то, что выкупная стоимость могла быть уменьшена на сумму арендной платы, означает лишь то, что это, по сути дела, была скидка в отношении выкупной цены. В этой связи Минфин указывает на то, что в качестве расходов могут быть признаны лишь те суммы, которые непосредственно можно признать как суммы, выплачиваемые в отношении выкупной цены. И поэтому Минфин приходит к общему выводу о том, что при продаже квартиры, которая была приобретена таким образом, доходы от такой продажи можно уменьшить лишь на суммы расходов, которые были связаны непосредственно с погашением выкупной цены. Что касается арендных платежей, то, исходя из позиции Минфина, их нельзя учесть в качестве расходов при уменьшении доходов, которые были получены от продажи такой квартиры. Таким образом, физическим лицам, которые сталкиваются с такой ситуацией, необходимо иметь в виду данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.